Приветствую! Отсрочку по почте никому не дадим. Такое заявление сделал Полтавский областной ТЦК ИСП на своей фейсбук-странице. И в этом видео мы поговорим о том, насколько такое заявление соответствует действующему законодательству. Действительно ли законодательство о мобилизации обязует человека явиться в ТЦК для получения отсрочки? Какая практика в целом по стране? Есть ли ТЦК, которые дают отсрочку по почте? И соответственно, имеет ли смысл обращаться человеку таким образом за отсрочкой в ТЦК? Но начать я хочу с другого. Начать я хочу с того момента, который я бы назвал неудачная коммуникация. Что я имею ввиду? Наши люди, они же чувствуют несправедливость. Она сидит внутри этого чувства. И в комментариях к этому посту на странице Полтавского от ТЦК сразу появился вопрос. А почему эту повестку по почте можно получить, а отсрочку нельзя? Вот да, согласитесь, есть здесь некая несправедливость. И давайте посмотрим, что ответил ТЦК. Вот как они коммуницируют с людьми, да? Вот как они налаживают связь, взаимопонимание между военнообязанными и ТЦК. Вот что они ответили. Тому, что законодавча так вызначена. Не подобается жить в правовой державе, можете спробовать пожить на России. Это что такое? Это такая коммуникация между государством и человеком должна быть? Мне кажется, что за вот такие выпады в сторону людей, вот те, кто такое пишут, ну как минимум должны быть отстранены от выполнения вот этих обязанностей. И идти, пусть вот делают куда-то, что и что-то, что не связано с общением с людьми. Потому что с людьми, как мне кажется, ну так общаться нельзя. Поправьте меня, если я не прав. Но наши люди непростые. Посмотрите, следующий же комментарий какой был. А в Польше можно пожиты? Чи в Чехии ни? То есть, ну вот этот вопрос, конечно же, останется без ответа. И мы еще посмотрим, что скажет ЕСПЧ по поводу запрета на выезд и правового государства. Насколько это правомерно. Но пока мы это ждем. Но вот такая коммуникация, которую мы видим, ну ее точно не должно быть в правовом государстве. Да и кому кому, но им говорить о правовом государстве, ну я не знаю, как у них вообще получается об этом говорить. Так вот, давайте поговорим мы с вами о правовом государстве. Если уж ТЦК апеллирует к законодательству и говорит, что ну так вызначено законодавство, то у меня есть вопрос. А покажите, пожалуйста, где же в законе написано, что я обязан явиться в ТЦК для получения отсрочки? А нигде этого не написано. И они даже не показывают ссылок на закон. Постановление 560. Они говорят, вот есть постановление 560, и там об этом написано. А давайте посмотрим вот тот пункт, на который они ссылаются, и посмотрим, действительно ли там написано, что человек обязан явиться в ТЦК и ЕСП для получения отсрочки. Вот постановление 560. Вот 58-й его пункт, где написано. За наявности подстав для одержания відстрочка від призову на військову службу під час мобилизации на особливый период військово-зобовязані особисто подают. Особисто подают на имя головы комісії ТЦК и ЕСП або его отделу заяву за формою, визначеною у додатку 4. Ну и дальше написано, что к этому еще подаются документы. Ну вот вопрос, а где здесь написано особисто заявляються для подачи заявы? Где тут про особистое присутствие в ТЦК и ЕСП? Ну вот покажите, где вот в этих словах особисто подают написано, что нужно особисто заявитися. Итак, мы с вами увидели, что здесь ничего не написано о том, что человек должен явиться лично в ТЦК. Лично подать и лично явиться, это две большие разницы. И сейчас я покажу и поясню, почему я так думаю. Дело в том, что в тех случаях, когда кабинет министров Украины посчитал, что военнообязанный должен явиться в ТЦК, они же указали об этом. Они же прямо указали. Вот давайте посмотрим следующие пункты постановления 560. Вот есть пункт 20, который прямо начинается с этих слов. Зоголошение мобилизации громадян из обов'язани заявитося. И идет перечень кто, когда и куда должен явиться. И ничего здесь про отсрочку нет, вы удивитесь. А второй случай, когда слово «зявитися» упоминается в постановлении 560, это следующий пункт, пункт 21. И здесь тоже написано, когда человек должен заявиться. Вот, за выкликом районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, резервисты військовозобовязаны, вот оно, зобовязаны заявлятися. И ни слова здесь про отсрочку нет. Нет, просто этого нигде здесь нет. Более того, есть же еще и решение судов. И мы с вами знаем, эти новости уже гремели. И судьи говорили, что не обязан являться. И суды прямо говорили, что особисто податы и особисто заявитыся – это две большие разницы. И не должен человек являться в ТЦК для подачи заявления на получение отсрочку. Но почему-то ТЦК Полтавский считает иначе. Почему? Ну, остается только догадываться. А мы теперь перейдем к другому нашему вопросу. А все ли ТЦК такие? Нет, нет и еще раз нет. Друзья, в своем телеграм-канале я уже массу отзывов своих клиентов публиковал. Да, кстати, таким образом сразу надо прорекламировать же и свой телеграм-канал. Друзья, вот хороший есть телеграм-канал. Там больше информации, чем в ютуб-канале у меня. Появляется она оперативнее. И там я стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Поэтому ссылка в описании к видео. Заходите, подписывайтесь. И вы будете в курсе новостей мобилизации. И там я постоянно публикую отзывы своих клиентов. Не все, естественно. Но вот самые такие яркие, самые красивые, самые быстрые, наверное. Да. Почему? Потому что это показатель того, что есть ТЦК, нормальные ТЦК, которые нормально работают. Харьков, город Харьков, про который, про работу ТЦК мы видели в видео. Но, когда касается вопросов отсрочки, у меня клиенты отправляют заявление из-за границы. Документы при этом не заверяют нотариально, просто собственноручно заверили и все. И ТЦК дает отсрочку по почте из-за границы, собственноручно заверенными документами. И ТЦК не видит в этом проблемы. Вот так должен работать ТЦК. А почему ТЦК не видит проблемы? Да потому что они открыли. Ага, человек есть в Абрии, стоит на учете, документы прислал, заверил, не заверил, какая разница. Все равно ведь комиссия проверяет эти документы через реестры. Какая разница, заверил-то или нет. Все равно их проверят. Проверили, все нормально, документы достоверные, дали отсрочку. И все. К чему я веду? К тому, что есть вот такая позиция полтавского ТЦК. Он, кстати, не единственный. Должен сказать, есть и в Киеве ТЦК, где мы получали отказы. Да и по другим городам мы получали отказы. Но уже очень много ТЦК дают отсрочку по почте. И, соответственно, вы можете этим пользоваться. Причем, обращаю ваше внимание, что я как адвокат же должен вам говорить другое. Я вам должен говорить, друг, никто тебе отсрочку не даст. Но вот если я тебя сопровожу в ТЦК, пойду вместе с тобой, тогда мы получим отсрочку. А в тех городах, где меня нет, я тебя сейчас дам партнеров своих. Они там мне бонус отстегнут и все такое. Ну вот так же я должен вам говорить. Ну если бы я думал о своих интересах. А я думаю о ваших интересах. И поэтому говорю, отправляйте заявление на отсрочку по почте в свой ТЦК. И, конечно же, вы можете это сделать, только если вы на учете стоите. Если вы на учете не стоите в этом ТЦК, они вам не дадут отсрочку. Да, лучше документы на отсрочку, которые дают право на отсрочку, заверить нотариально. Рекомендую. Потому что все-таки редкие ТЦК не требуют нотариального заверения. Хотя и есть такие. При этом отправляйте рекомендованным письмом с описью вложения, с уведомлением о вручении. После этого ждите три недели. Вот там раньше десяти дней вообще не надо ждать. Да, я публиковал у себя отзывы, где люди там за пять дней даже получают отсрочку. Ну их на самом деле не так много. Обычно это вот две-три недели, вот этот период, когда отсрочка появляется в резерве. При этом, как только отсрочка появилась в резерве, все, можно расслабиться. И требовать от ТЦК справку в бумажном виде не обязательно. Почему? Потому что главное наличие отсрочки в системе Аберих. Ну, а вы ее видите через резерв плюс. Все, если она там есть, вот это самое главное. Еще раз, друзья, вот услышьте меня. Когда я вас убеждаю отправлять заявление на отсрочку по почте, я же не в своих интересах действую. Вы же понимаете, что мне от этого ничего. Вы мне не заплатите денег за то, что вы отправляете отсрочку по почте. Но я вам говорю, делайте это в ваших интересах. Ну и в принципе, у кого есть право на отсрочку, вы стоите на учете где-то в ТЦК, не ждите, пока вам придет повестка. Оформите отсрочку уже сейчас. От вас же ж не убудет, если вы подадите заяву на отсрочку. Ну хуже вам от этого не станет точно. Подавайте. И я надеюсь, ваш ТЦК имеет другую позицию, не такую, как полтавский ТЦК и ЭСП. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы получить достоверную и честную информацию от честного человека. Вот за честного человека тоже лайк надо поставить. Ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.